Жени Руднева или Верш к Бадону нет в периметре уже несколько дней. И ребята решили поднять вопрос о переезде семьи из большого вип-дома в отдельную комнату общего. Ребят, я сколько дней сюда приезжаю, я смотрю, дом просто пустой, в котором жил я, в котором у меня родился сын, в котором просто процветала любовь. А сейчас что там происходит? Там сейчас сруганье, скандалы, сруганье. Я их даже не вижу, я уже три недели подряд приезжаю, когда я вижу, вот, один день, и то он где-то там на площадке бегает. Может, заклеим ему, а еще дом этот? Давай немножко проучим его, чтобы действительно... Сейчас все будет, сейчас проучим. Потому что я помню, как они хотели заехать в этот дом, как они боролись, и сейчас так пренебрежительно к нему относятся. Тогда пусть живут здесь, как все. В общем доме, согласитесь. В общем доме. Есть комната, пусть живут как все. Или за периметром пусть живут, если как бы здесь уже не хотят жить, да, и у них нет... Коллективы не участвуют. Коллективы не участвуют, не хотят жить, тогда пусть езжают домой вообще. Согласен. Квартиру сняли, есть где жить, пусть живут. Это черные буквы пишите. Да, черные буквы. Синие тоже нормально, не празднично. Только сделать сверху. Нормально, нормально. Липус. Вот умничка, а. Мама рисования учить. Ну что, как думаете, ребят, все правильно? Конечно. Конечно, правильно. Просто нет, действительно, она уже... Саня, отключу тебя? Да. Что, может пойдем, закроем, пока он тут рисует? Допишет это. Любовь здесь больше не живет. Руба газолепим ему, может. Здесь через Z или через Z пишут? Это я, это я. Я уже три или четыре дня их не вижу, если честно. Здесь через Z пишут? Правильно. Здесь через Z пишут. Либерч тоже где-то там, Руднева тоже где-то там. Да, опять, вчера Женя статус выставил, короче. Знаешь, какой? Типа, я уже сижу пять часов дома и не могу даже, не могу выйти из дома. Типа, Либерч вот закрыл и ушла куда-то, прикинь? Что за бред вообще не понимаю, да? Знаешь, как я предлагаю? Смотри. Подожди, подожди. Здесь, пока не закрывай, знаешь, как я предлагаю? Зайди сюда. Давай вот здесь вот так вот заливай. Да, да, да. Именно с кочем. Привет, Мими. Мими, привет. Ты здесь, короче, одна будешь теперь жить. Сейчас я нож... А она, бедная Мимичка, голодная кормила. Вот что за люди, а? Хотя бы поесть дали. А где у кошки еда? В холодильнике посмотри, может, там какая-то. Тут кошку давай посмотри. Вообще. А здесь нет еды у нее. Посмотри, какая она худая уже. Слышишь, что говорю? Здесь нет еды, что-то стукло. Да. А где кошачья еда, я просто не знаю. Может, здесь где-то? А мы потом выше сможем? Да. А, вот, нашел еду. Нашел? Пусто. Покорми, пожалуйста, тебя. А то бедная кошечка уже. Да. Кошку покормил. Подожди, только надо сделать так, чтобы мы вылили. А мы выше снизу. Давай. Так, сейчас окна посмотрю, чтобы через окна не залезли. Уж окна тоже сделаем? Окна. И крысы надо что-то дать. Закрыто. 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 Закрыли. Ну вот тебе вот только... Дальше кошка отмышка. А теперь... И вот теперь тоже вот так, крестная. Теперь самое главное. Вот это. Вот это. Закрыто. А, серый. Что так сильно делаешь? Так. Закрыто. 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 И ты, где? Где кто работал? Ты у нас получился, да? Да. Олесик давай Ой, ну ничего страшного Давай прям на дверь налепим Аккуратно Ничего страшного, красота Гжей Гжей Отлично, есть Я же художник От слова худо Ты не умеешь целоваться И хочешь Жандра на поляне Ребята запечатали дом Руднева Потому что и он И Либерж практически не появляются На проекте Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне машину я Обратно уезжаю Почему именно месяц Привет, ну что случилось? Что случилось? Что не случилось? Что ты психуешь-то? Ну как не психуешь? Я же не вижу что ли? Ну а где я психую? Ты меня разве психолога не видела? Ну конечно, ты заходишь в периметр Понимаешь? Спокойно захожу Тут же разворачиваешься Психуешь, уходишь Требуешь машину Что ты уезжаешь У меня больничный У меня больничный, Жень Как не больничный? Ну у ребят есть какие-то претензии Понимаешь, к тебе у участников Они там каким-то образом Решили там Немножко подшутить Что они там Мне эти шутки не нравятся Слушай, Жень Ну вот зайди в дом И поговори с коллективом Хочешь, пойдем вместе Пойдем Там они что, блок на твой дом поставили? Да, или что они сделали? Я не буду ничего Что они сделали? Я просто не в курсе Я тоже не в курсе Они заколотили дверь в ваш дом Почему я прихожу к дому У меня дверь заколочена Это что я тебе заколотила дверь? А кто? Я заколотила дверь? Я еще раз говорю, Оль Я не намерен больше разговаривать Ты что, издеваешься что ли? Заколотили дверь ребята У которых есть к вам вопросы Так реши вопросы с ребятами Я не намерен больше разговаривать Все, я не хочу Все Нет, а то что значит Ты не намерен разговаривать? Не хочу Ты участник телепроекта? Ты нам три дня подряд говорила, что я-то готов приехать. Просто ли бежит, где-то там ходит, бродит, пусть она за мной приедет, и мы вместе приедем. Все, Оль. Вот что за цепь администраторов? Он не хочет заходить в периметр, потому что он зашел в первый раз, ребята там как-то пошутили, как ему не понравилось. У него принципиальная позиция, он сказал, раз так, я ухожу с проекта. Я просто хочу, чтобы вы как бы вместе осознанно принимали эти решения, не хочу, чтобы ты, да, и твои там какие-то цели страдали в итоге из-за капризов и обиженного Жени. Может, вы поговорите сейчас? Он рядом сидит, Либерш. Либерш, я тебе все сказал. Это не обида, это не обида, это просто вот тут, поверь мне, вот так надо. Я верю, я верю, Жень. Ты сама прекрасно понимаешь. Жень, я верю, послушай меня, пожалуйста, Жень. Ты сам прекрасно понимаешь, что мне безумно нужно открыть магазин. Я тебя очень... Мне в этом помогут. Я понимаю, все. Я надеюсь, мы сможем договориться. Дождись меня, я приеду. Не надо, давай так, я сейчас приеду домой, мы с тобой садим поговорим. Так, а что, ну... Оль, можно его тогда домой, я вечером приеду сама, буду разговаривать с коллективом. Либерш, тогда мы тебя ждем, дорогая, ладно? Все. Ладно. Давай, я тебя жду, серьезно, приезжай. Так. Видишь, она тебе сказала. Я буду сидеть здесь полтора часа, хорошо. Ну хочешь, сиди здесь, иди в дом. Все, все хорошо. Я не вижу смысла обижаться. Я же еще раз говорю, я в периметр не зайду больше. Да что за принципы? Все, принципы. Привет, футболисты. Здорово. Привет, привет. Моим мячом играть. Да? Да. Моим мячом? И в твоих штанах бегать. Я вот просто пришла к вам с одним вопросом. Чего? Как, как вы могли обидеть Женьку? Рудни. Свизду телепроекты Дом-2. Я вот сейчас реально полчаса сидела у администраторов, уговаривала его вернуться. Прийти, а он мне говорит, нет, это мой принцип. Меня, значит, типа так выставили, закрыли двери в дом. Я теперь никогда не вернусь на проект. Мужик. Мужик. Я не вернусь на футбол. Я говорю, пойдем, парни в футбол играют. Ой, ну я понимаю, парни почему. И задать вопрос, правильно? Ребята, мужики, это кто сделал? Зачем? Что это значит? А ему объяснили сразу, зачем? А ты, вы можете мне объяснить, зачем? Потому что, ребят, во-первых, здесь нет периметра. Они занимают целый дом, где мы с женой строили отношения. У нас и сын, и все, и третий день. В этом доме аура хорошая. А Женька не пользуется этим домом. Он тогда свободно может жить в доме общественном. Есть свободно две комнаты. Ну, в общем, я не знаю, что делать мне, потому что я, ну, я же не буду его силой сюда тащить. А мы тоже не будем его тащить сюда. А может, его попросить? Женька, вернись! Женька, вернись! Женька, вернись! Женька, вернись! Ну, пожалуйста, пожалуйста, я не могу. Не, мне кажется, если мне отойти и вот... Женька, вернись! Он еще быстрее его бежит отсюда. Не, ну я позвонил Либершу, сказал Либию, давай приезжай. А Либерш что-то сказала? Приедет? Она приедет? Ну, Либерш вместо него и разберется. Ты знаешь, что все решения принимают все-таки в итоге Либерш. Так, ну-ка, давай финт мне, покажи, какой он. Какой? Давай, давай. Вот, сейчас. Давай тебе уметь! В смысле не умеет, смотри. Давай, покажи, приезжай. Не мешает мне, смотри, сейчас. Ну-ка, дай-ка, я тебя сниму. Раз. Что это такое? Это, давай, сейчас скажу. Сейчас скажу. Димону покажешь. Давай. Это, короче, Димон Тарасов, это. Что хотел тебе сказать? Ну, финты сейчас покажу, запоминай, там пацанам покажешь. Принял, принял, еще раз. Ремонтана! Еще один. Разжив три месяца под каблуком у жены, Евгений Руднев отвык от казарменного юмора мужской спальни и сегодня сбежал с проекта. Как так получилось, Ксения? Спасибо большое. Николай? Парни, вот хочу у вас поинтересоваться. Вы закрыли дверь, заколотили ее, где живут Рудневы. Да? Почему вы это сделали, с каким посылом, что вы добивали, что вы хотели ему доказать тем самым, для чего это было сделано? Вот давайте, кто участвовал. Олег. Просто сделали, как бы, такую мини-сценку, написали плакат и заклеили дверь скотчем. И на то Шеня пришел и даже просто взял, как девочка, обиделся, ушел. Нет, бы зайти, ребят, спросить, почему вы это сделали, зачем вы это сделали. Просто поговорить с нами, просто решить вопрос. Он взял просто... В конце концов, посмеяться на безобидной шутке. Да, конечно, опять же, просто посмеяться. Но он в итоге взял и убежал от этого. Обиделся, как девочка, как всегда, и убежал. Андрей. Мы, как коллектив, давно заметили такую тенденцию неприятную в семье Рудневых, что их волнует только их тема. То есть не участвует в жизни коллектива. Да, так не бывает, друзья, не пойдет. Мы этим и занимаемся, что мы на своем опыте высказываем мнение, переживаем, сочувствуем. В этом смысл жизни дома два. Здесь люди, помимо того, что ты сейчас перечислил, у них новая тенденция. Они хотят жить там, на квартире. Я к чему? Если люди не хотят здесь находиться, если им нравится там, то, наверное, стоит задать им вопрос, ребят, вам где лучше? Там мы вас не держим. Порой люди, наше какое-то хорошее отношение начинают принимать за слабость, на мой взгляд. И подумав то, что если отпустили раз и два, то можно уже вести себя так фривольно. Я, конечно, считаю, что семья Рудневых поступает неправильно. И также сейчас считаю нужным набрать либерж и, в принципе, узнать, почему они так долго отсутствуют и что у них вообще происходит в отношениях. Алло. Лип, привет, это Ксюша. Привет, Ксюша, да. Лип, объясни мне, пожалуйста, тут как бы народ возмущается. Я, в принципе, тоже возмущаюсь, мне немножко непонятно. Была невинная шутка со стороны ребят. Приехал твой муж, разобиделся как девочка, убежал в очень раз с проекта, сказал, что его мужское решение никогда в жизни больше ни ногой сюда, на Дом-2. И, в принципе, принял решение за вас, что вы якобы покинули проект. Это вообще что за история? Ну, Ксюша, я хочу, во-первых, извиниться за Женю. Вспылил он. У него и с этой рукой он тоже переживает, как бы, и вот так вот. Они тоже поздорили немного. Он вывихнул руку, и дальше что? Он теперь не... У нас были люди и со сломанными ногами, и руками, и с пробитыми головами. Дальше что? Вывихнул ручку, теперь не готов, что? Нет, ну, возможно, ему операцию будут делать. Хорошо. Он может отсюда поехать на операцию. Какие проблемы? Потом, сегодня он приехал на проект, тебя не было. Ты-то где была? У нее что с рукой? Ксюша, если честно, да, я тоже вызывала себе спору. У меня очень сильно подскочило давление. Вот. И кровь из носа пошла. И теперь ты будешь у нас там на больничном, он будет на больничном. И как долго вы собираетесь отсутствовать на проекте? Просто не удивляйтесь вот этим вот шуточкам со стороны коллектива, когда вам закрывают дверь в ваш дом. Так как я считаю тебя главой в семье, значит, ты должна сейчас вплотную взяться за эту ситуацию, вернуться на проект и здесь решать все свои вопросы. Пока вы участники этого проекта. Я требую, чтобы вы завтра же были на проекте. Вам все ясно? Да. Я надеюсь. Сейшела. Кузин, Женька. Можно, пользуясь случаем, тем, что я нахожусь в телевидении, в телевизоре, поздравить своего друга Глеба Жемчугова с рождением сына. Вот, давайте поздравим действительно. Ура! Я поздравляю. Глебушка, мы тебя поздравляем. Вот. Касаемо Жени Либерш, все сказано тысячу раз, тысячу слов было сказано мной, Никитой, Андреем Черкасовым, Игорем, всеми ребятами на поляне. Тысячу слов. Ничего не меняется и ничего не изменится. Я говорил о том, что к Жене надо относиться как к такому доброму, хорошему, лучезарному, светлому ребенку. Вот. Вы ему дали пряники, а сейчас за них же и ругаете. А нужны ли вообще они вам, Либерша, с Женей Рудневым, там на проекте? Нам нужны люди, которые готовы строить отношения здесь, быть здесь и отдаваться полностью этому проекту. Такие люди нам нужны. Шантаж не проконает. Пусть сейчас те, кто меня слышат, особенно Женя, Либерш и все остальные участники, просто зарубят себе на носу. То, что шантаж в этой истории не проконает. А мы переходим к следующей теме. Мимишечка, привет, девочка. Мимишечка наша. Бросили тебя, Мимишечка. Да? Да, бросили тебе, малышку. Что, есть тут кушаньки? Такая худенькая. Ты все время тут одна, да? Мама с папой бросили тебя. Так, вот у них кошачий корм. Слушай, надо ей водички еще налить. Да, надо налить водички. Успокойся, я тебя прошу. Нет, ну это не дело. Оставлять животные, которые привыкли все время быть во внимании. Что, надо крыску покормить. Ну, как так, кисюльчика? Финося, маленький. Бедная, малышка. Да, да. Соскучилась. Да, наверное. А где твоя? Твоя должна быть. Вот. Вот твоя. Финосечка. Тебя забыли все мамка твоя с папкой. У тебя тут так жарко. У меня, вон, Купер скучает, мой малыш. И он проводится, но все, я его приехала, весь день со мной провел, потому что он скучает. Ну, может, ребята не определились просто, что они хотят. Ну, неважно, понимаешь, определились, не определились, вы несете за этих маленьких существ ответственность. Ну, не знаю, что есть там кто-то, кто позаботит. Мы там, еще ребята зайдут. Хорошо, хорошо. Тогда ты позвони и скажи, Эл, слушай, я сегодня не приеду. Сходи, пожалуйста. Ну, так он мне Женя так и сделал сегодня. Я с ней... Сегодня? Сегодня, да. Он позвонил мне и сказал. Позвонил мне и сказал. Ты пошла... Может, они пытаются сейчас понять, нужны ли они друг другу? Может быть, они пытаются понять вообще, нужен ли им этот брак? Да, малыш? Ну, возможно, они, кстати, за периметром, тоже об этом думал. Возможно, они сейчас как бы пробуют эту жизнь за... Как бы здесь понятно, здесь скрепляет, а вот что будет за? И вот они друг друга смотрят. Комфортно им вдвоем? Нуждаются они во внимании друг друга или нет? Вот они смотрят, смотрят. Да, может быть, они понимают, что уже все, их брак рухнул, и есть ли смысл возвращать его? Может быть, так? Может быть, они принимают решение расстаться? Ну, я же тебе говорю, как какой-то, знаешь, как пробный. Вот здесь попробовали, здесь вот так вот. Давай попробуем, дадим себе последний шанс, попробуем за проектом. Но не расставаясь с проектом, потому что, ну, как бы, это все-таки некая... Стабильность. Стабильность и благо. Давай будем честными. Не получится, придут и, может быть, скажут, что все, хватит. Довольно. Надоело. Будем разводиться. Мимишечка. Ну, ничего, может, завтра действительно приедет мамка с папкой. Может быть, они что-то поняли для себя. А может, ничего не поняли. Может, испугались кнута и приедут. Мы все приедут. На поляне друзья Максима Рожкова пошли против него и захотели выселить его с Лерой из вип-комнаты, которую они, самовруднив, возмущен тем, что его мать перестала общаться с ним после того, как он не смог выслать ей обещанных денег. Она мне, короче, последнее сообщение написала, знаешь, какое? Самому не противно от вранья. Кому врешь, матери, ничего святого не осталось. Мне тебя жаль. А что ты врал? А? Что ты именно набрал-то? Нет, я ей позвонил, сказал, что, мам, я тебе обещал 10-го числа денег отправить, я тебе не смогу отправить денег. Потому что по таким-то причинам, ну, тоже нужны деньги, она должна понимать, я же ей все объяснял. И она мне пишет это сообщение, вот 6 дней мы с ней не общались. Сейчас я ей позвонила, она с таким гонором, говорю, там, ты че там, ты че мне звонишь, типа, ты че, как не знаешь, как у меня дела, короче, ты мне звонишь только, когда тебе нужно, а че там, че, ты опять слебешь, давай, рассказывай, типа, че случилось, там. Знаешь, с таким гонором, говорю, я с тобой разговаривать не могу и не хочу. Она мне, вот, короче, мне срочно нужны деньги и так далее, и тому подобное. Тебе на стриптизе, типа, 5 штук было, короче, а мне даже 1000 рублей, там, на 8 марта ты не смог мне отправить. Но тут она права, согласен? Нет, согласен, она здесь может быть права, я не спорю. Но просто у нее, то, что она мне сейчас говорит, ты хотя бы 1000, 1000 рублей, это не обошлось бы. Нет, конечно, она бы сказала, что ты мне... Она прекрасно знает, сколько я могу ей отправить и сколько не пообещал, и сколько не отправил. Просто какой-то, я тебе говорю, вынос мозга просто, реально. И у нее постоянно, каждый месяц у нее одно и то же, она мне постоянно одно и то же ладит. Вот она мне пишет, тебе не стрёмно, мне от тебя ничего не надо, но есть праздники, которые ты никто не отменял. Но это, видимо, не для тебя, очень жаль. Нет, подожди, но ты же предупредил маму, что ты позже отправишь. Здесь дело в привычке, понимаешь, она привыкла, что я ей всегда... Я понимаю, что я ей должен помогать. Я не постеснялся, я ей сказал, говорю, мам, давай по чесноку, говорю, у меня есть долг, да, перед государством за квартиру, говорю, да. Я говорю, я в этой квартире три года не живу, уже четыре года я в этой квартире не живу. Я как уехал, в каком году, да, получается. И я говорю, ты мне, получается, не то, что подставила, но по факту, как бы, из-за того, что ты не платила, попадаю я. Я говорю, я не улетел тогда на Сейшелы. Я говорю, если был бы долг только перед банком, я говорю, там, поверь, не такая большая сумма. Я говорю, я бы ее отдал и полетел бы на Сейшелы, и сейчас бы зарабатывал там деньги. А получается, я не полетел, я говорю, почему, потому что у меня откуда ни возьмись, прилип долг 80, там сколько-то, с копейками за квартиру, простите. Я говорю, ты хочешь, чтобы я тебе заплатил за квартиру, и, получается, и платил тебе еще? Я говорю, а мне что, извините? Не, если бы я жил бы только с мими, простите. Мне бы хватало, может быть. Я говорю, нет, Жень, тут немножечко другое. Я тоже 6 лет, я тебе уже говорила, я тоже не живу 6 лет с родителями, я живу в Москве. Но почему-то задолженности нету такого. Алло, мамулечка, привет, ты на громкой. Привет, ага. Мам, слушай, тут небольшая проблема возникла. Какая? Ну, как небольшая, ну, такая серьезная. Короче, получается, ну, ты знаешь прекрасно, да, то, что мы сейчас почти все денежки потратили на то, что мы сняли квартиру, получается, да, и кое-какие Женькины там долги покрыли. И Людмила Валерьевна уже 6 дней не разговаривает, Женя не звонит ему ничего, да, она написала ему, короче, то, что вот, ты надоел врать матери, то, что, короче, так вот. Вот ты вот такой вот секой-никакой и все остальное, да. Женя сейчас попытался ей позвонить, ну, узнать, как дела, и объяснить ситуацию, то, что чуть-чуть попозже, как бы, чтобы Людмила Валерьевна подождалась денежкой, чуть-чуть попозже отправит и поздравит. Людмила Валерьевна просто его разнесла в пух и прах, ну, вообще до такой степени. Женьку сейчас трясет, он не знает, куда деваться, короче, вообще, он чуть ли не до слез. Честно говоря, ну, это глупость вообще большая, там, вот до такой степени требовать. Ну, она не то, чтобы требует, она требует от него внимания. Она ставит такие условия, что он вынужден либо заниматься. Она, видимо, ставит такие условия, что он обязан вывернуться, я не знаю, наизнанку, чтобы что-то сделать. Ну, она еще, видимо, может быть, психологически не привыкла, что он действительно в семье. Вот, вот, вот что меня и пугает. Если он не отправил, значит, реально не было возможности. Я не знаю, в чем причина обиды. У тебя с головой все нормально. У меня даже мысли не возникнет. Зачем? Меня это переживает. Что тебя волнует? Я тебе еще раз сказал, говорю, никуда не влезай. Да я не влезаю, я со своей мамой. Это моя семья тоже. Ну, так поговоришь. Это моя семья. Почему ты своей маме можешь звонить и рассказывать то, что у нас происходит? Я, значит, своей маме могу рассказывать. Зачем ты звонишь? Затем я звоню. Зачем ты звонишь? Ладно, мам, я тебе перезвоню. Ты зачем своей звоню звонишь? Зачем ты моей звонишь? Потому что я хотела твоей позвонить. Так я сам решу эту проблему. Зачем? А я переживаю. Я тебе сказал, не звони. Я чувствую то, что каждый подарок, который ты мне будешь дарить, будет высчитан. Я сам разберусь. Мне больше от... Ничего не надо. Отправляй куда надо. Деньги. Лишь бы не было таких разговоров. Притом, потому что я теперь не смогу взять от тебя ничего. Что за бред, ребят? Потому что я буду думать, что там где-то что-то происходит у тебя на Сахарине. И ты не можешь это пройти. Я спрашиваю, зачем ты звонишь? Все. Я тебе сказал, не звони. Значит, не звонить, Лебед. Значит, я сам буду решать эту проблему. Звонить своей маме, жалуются вообще. Я не жалуюсь. Твоя мама сидит и говорит, да, есть еще Женя. Я сам разберусь. Я не жаловалась маме. Ты не слышала разговоров? Я захожу, слышу сейчас. Ты не слышала разговоров? Ты не слышала разговоров? Моя мама говорит, Людмила Валерьевна должна понимать, что Женя мальчик ответственный. Что если он не отправил деньги, значит, не было возможности дословные ее слова. Я сам разберусь. Зачем вообще разговаривать об этом со своей мамой? Я на 8 марта тоже не подарочка не получила, Жень. Тоже не подарочка. И слава богу, потому что если бы у меня поперек горла он стал, если бы ты мне что-то подарил, я бы... Зачем ты звонишь своей маме? Потому что я советуюсь. Я советуюсь и буду советоваться своей. Моей маме зачем ты звонишь? Потому что хотела поговорить. Переходим к следующей теме. Вот Руднев не побоялся, вступил в брак. А теперь мучения. Раньше он звонил маме и всегда мог, да, пожаловаться, попросить совета. А вот сегодня почему-то все поменялось. И теперь, да, мама плохая и для Жени, и для Либерж. Я не знаю, просто она привыкла, что я постоянно, действительно, ей звоню. Она привыкла, что я каждый месяц ей помогаю. На обстоятельстве случаи бывают разные в жизни. И если в этом месяце я не смог ей помочь, это не значит, что я, ну, что я там отказываюсь от своей мамы. Или отказываюсь от нашего общения ни в коем случае. А мама считает, что ты шикуешь, что ты квартиру нашел, от которой можно отказаться, что ты иногда гуляешь, а мог бы денежки экономить. Нет, она считает, что я ее обманываю. И сегодня просто высушив свою сторону негатив такой, я не считаю, что она правильно сейчас поступает. Я не могу позвонить своей маме, сказать, мам, я там купил телевизор домой. Почему? Она, 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 как бы раньше, она бы обрадовалась, сказала, круто, блин, молодец, порадовалась бы за меня. Сейчас нет, сейчас у нее не то, что радость будет, но радость будет сквозь такой момент, что, блин, а вот мне бы лучше отправил бы денег. Либер сегодня звонила своей маме и говорит, да, и спрашивала, что делать в такой ситуации. Мне не понравилось просто в ситуации, что она пошла позвонить, она не послушала меня, пошла позвонила моей маме, она, естественно, не взяла телефон. Она прибежала домой, начала кричать, она прибежала домой, кричала о том, что все, мне больше подарки от тебя ничего не надо, нафиг надо, мама это увидит, потом у тебя с ней какие-то проблемы будут. Я говорю, ты понимаешь, что этим разговором ты выводишь конфликт не то, не просто у меня с мамой, а еще ты хочешь конфликтнуть с моей мамой, понимаешь, потому что она, увидев этот эфир и то, что сегодня говорила Либеш, и то, что она сегодня разговаривала со своей мамой, в принципе, этого не должно быть. Раздувают, короче, Жене, я объясню, Жень, ты плюешься уже, ты заткнуть можешь свой фонтанк, в принципе, в принципе, тебя несет, господи, нафиг спросили, сидел бы, молчал и дулся, и ничего страшного, решил бы за периметром с мамой со своей, извините, конфликт. Оль, можно я договорю? Ничего ужасного? Ты тоже сегодня приходила и говорила, не дари мне подарки. Знаете как, одно дело, когда у меня появились лишние денежки, я хочу порадовать свою маму, потому что маму я люблю, это одно дело. И совсем другое дело, когда я каждый месяц приближается к тому числу, когда я как будто бы взял ипотеку и должен выплачивать то или иное. У тебя какая вообще разница? Я переживаю. Ты ничего не переживаешь, что ты переживаешь? Переживаешь, когда я тебе рассказывал, ты сидела в телефоне. Я тебе говорю, сиди дома. Ситуация сложная, я оценки давать никакой не буду. Хочу послушать ребят. Я вот на самом деле сижу, слушаю, и мне прям аж тошнит от поведения Жени в данный момент. Ты посещаешь какие-то заведения, ты делаешь какие-то выезды, понимаешь? Лучше эту денежку, грубо говоря, сэкономить и отправить это маме. Понимаешь, это говорит о воспитании, того, как воспитали, так и делается. Но, допустим, в моем случае я за свою маму готов отдать последние трусы. Спасибо, Никита, на острове. На самом деле ситуация не такая уж сложная, как мы все сейчас воспринимаем. Просто, как говорится, яблоко от яблони. И что Женя излишне эмоционален и вспыльчив, точно так же излишне эмоционально и вспыльчива его мамы. И это не хорошо, не плохо, это так. Она решила, ах, значит так, сыночек, я тебя растила, кормила, а ты вместо того, чтобы мне помочь, идешь и где-то прогуливаешь. При том, что я знаю, что Людмила Валерьевна, в общем-то, хорошо себя чувствует, она не бедствует и в деньгах там так рьяно не нуждается. То есть не стоит это тоже так делать такие лица, типа, Женя какой-то нехороший, ты не помогаешь маме. Ну а как выйти из этой ситуации, которая уже сложилась? Это мы тоже как бы понимаем. Как выйти сейчас? Просто начать жить так, как жили, выслать деньги маме. В ту сумму, как они обычно это делают, там, или передоговориться, и все, и вопрос будет решен. В общем, а предлагали, Беш, тебе, да, выступить парламентером в этой ситуации? Да я и хотела, сегодня он разорался. Нет. Маме? Нет. А почему нет, Женя? Мне кажется, Беш, как раз твоей маме этот вопрос... Я сам решу эту проблему. Нет, я не говорю, что я не должен ей, я не говорю о том, что мы все, это моя мама, естественно, я в какой-то момент, я должен ей. Но это не должно быть как требовать. Я с тобой полностью согласна. Вот и все. Требований не должно быть, но должно быть следующее. Это спокойно, деликатно. Сегодня было спокойно с ней, деликатное общение. Хорошо, хорошо, спокойно, деликатное общение. Например, да, не первый раз же это происходит, Жень. Но это же не вот сегодня первый раз, это не первый раз, когда происходит следующее, то, что мама тебе пишет смс-ки обидки, я не прилечу на свадьбу. Это не первый раз происходит. Это вот такой вот момент у нее уже выработался, то, что она тебе высказывает свое недовольство, да, ты после этого ей перезваниваешь и пытаешься, да, как-то с криками, там уж не знаю, как-то решать этот вопрос. Ну, меня в принципе все устраивает. Вот как идет с вами сидеть? В момент, когда мама тебе звонит и говорит, что мне нужна такая-то сумма денег, нужно говорить, хорошо, мама, я постараюсь найти эту сумму денег. А почему я, в принципе, еще раз говорю, почему я должен, я еще раз, нет, в смысле отправлять деньги, я объясню, ты не понимаешь, я еще раз. Ты не должен просто потому, что ты любишь и хочешь помочь. Да я понимаю, а в мое положение, извините, уходите, у меня долг, мне надо загасить его. И это долг у меня из-за квартиры, в которой мы живем. Понятно. Правильно? И кроме меня это никто не... Мама-то, она с нами здесь не живет, для нее твои долги, твои проблемы, они считаются... В смысле, это наши долги? Нет, нет, Жень, смотри. С ней долги. Дай сказать, господи, я заикаюсь уже. Твои долги, твои долги, твои долги, твои долги, вот которые по кредитам, не кредитам, это твои долги, это не мамины долги, и ни в коем образе. В смысле? Кредиты и все остальное, это твой долг, ты его брал, так как ты уже совершенно летний. За долг, ты услышишь. За квартиру, вот, я тебе говорю, за кредиты, Женя, ты слушай чем-нибудь, это твои долги, и то, что ты сейчас с ними расхлебываешься, да, страдают, в принципе, получается все, члены семьи. Она мне не нравится до такой степени, чтобы я с ней строил отношения, понимаешь? Я же сказал, что... И ты, получается, Соньки на день рождения отправил, да, было, там, на Новый год сразу же, как бы, ты отправил. Все это я вижу, я не спорю, просто это аккуратно нужно маме объяснить. В таком случае, я понимаю, у тебя мама достаточно давно работает в сфере торговли, и для нее самое оптимальное это цифры, числа, куда, на что, где и как потрачено было, понимаешь? Ты не ходишь, ребят, ребят, давай. Почему далеко? В таком случае нужно полностью, ну, Жень, чтобы не было конфликтов, в таком случае ты, раз вот такие конфликты возникают, либо ты, чтобы мама была спокойна, расписываешь каждую свою копейку и объясняешь, по какой причине ты маме не отправил, Жень, либо ты с мамой разговариваешь и говоришь, что мама, я тебе отправляю денежку. Столько, сколько смогу. Все. Столько, сколько смогу. Меня, меня, ее, она должна понимать, что я могу ей отправить столько, сколько смогу. Почему она не звонит, там, я не знаю, почему она не позвонит отцу, отчиму не позвонит. Она гордая. Гордая, смотри, гордая она, не гордая она, он звонит ей, он говорит, я не могу, вот тебе на, 3000 рублей и все. И почему-то вопросов не возникает. Я же не могу ей сказать, понимаешь? Так, сейчас иду, думаю, мне кажется, вот честно говоря, кажется, вы, вот честно, друг друга не любите. Кто? Ты, моя мама. Чего? Мне так кажется, любишь. Конечно, у тебя все большие. А что нет-то? Я думаю, что да. Мне кажется, вы не любите. Ахинею не неси, а пожалуйста. А что ахинею? Так и есть. Не любим. Своими разговорами мы с мамой тебя разлюбим. Да, конечно. Ой-ой-ой, давай сейчас вот это вот благородство. Я с твоей мамой. Мы против тебя. Давайте еще вместе пройдите эту... С флагом, Леберш. Давай не будем, а? Когда позвоню, потом решим. Я тебе говорю, если позвонишь, по голове получишь. А что ты боишься так, чтобы я звонила? По голове получишь. А, я больше чем уверена, ты боишься, потому что понимаешь, что мы-то найдем с Людмилой Валерьевной общий язык. Ты с ней? И поймем, да. Ты с ней? Да. Не любишь, ну, как бы, да. Я думаю, что ты в рамках разговора с ней найдешь с ней общий язык, да. Но как только разговор начнется со мной, там будет совершенно все по-другому, поверь мне. Чего? Чего? Потом ты бы меня вообще с говном сожрал, наверное, да? Но я потом позвонила своей маме. И просто вкратце обрисовала ситуацию, как из нее выйти. Я говорю, мам, так и так. Я говорю, я не знаю, что Жень-то делает. Ты понимаешь, что когда твоя мама сидит, я захожу в тот момент, когда ты разговариваешь с мамой, и я слышу, что она говорит. Она говорит, если Женя не смог отправить маме, значит, так получилось, значит, так нужно. В априори моей маме это уже не понравится. Нет. Ты прекрасно это понимаешь. Нет. Ну, твоя мама, я слышал, как она это сказала. Жень, в априори твоей маме знаешь, что не понравится? Что она услышит, когда ты зашел сюда и начал мне вещать. В априори. На всю страну. И послушай, ну это понятно, ну это... Ну это понятно. Послушай, ну это разговор меня и моей мамы. Замечательно, это разговор тебя и мой, а не твоей мамы. Пускай даже так. Тебя, мой и все... Пускай даже так, пускай даже так. Пускай даже так, а мой безобидный разговор с моей мамой. Никак не должно касаться. Слушай, ну я не позвонила маме, извините, растоптать тебя или Людмилу Валерьевну и рассказать, ха-ха, прикинь, что у них там происходит, и позворадствовать. По сути растоптали. Я позвонила, просто сказать, я говорю, мам, так и так, Женя возмущен, ходит, орет, кричит, возмущается, ситуация такая-то, такая-то, как ты думаешь, стоит мне позвонить Людмиле Валерьевне, я у мамы вот что спросила, и поговорить с ней как-то, мама мне сказала, нет, они должны разобраться сами. Давай мы договоримся так, что... Так, ты подливочки сделаешь, да? Жень, я с кем разговариваю, а? Я сказал, да. Ты себе под нос сказал, да. Подливочки, Женечки, сделать, пупочки, мупочки в жопочку. Я не понимаю, в чем у тебя проблемы-то? Да проблема в том, что я стою, делаю вроде бы все, чтобы более-менее хоть как-то обратил внимание. Улыбаться я не прошу, просто элементарно уважает мне вопрос. Что ты хочешь? Нет, я спрашиваю, что ты хочешь? Что ты хочешь, объясни мне, я просто понял. Садись, ешь. Ты готовишь, готовь, в чем проблема-то? Поставила на стол, сказала, Женя, иди поесть, все. А да, все? А что еще надо-то? Хорошо, Женя, именно так и буду делать. Так и делай. Ну и буду так. Так все делают. Да ты что? Да, когда я готовлю, я говорю, я приготовил, поставил, сказал, иди поешь. Когда ты готовишь, ты 250 раз меня попросишь попробовать подойти, посмотреть и все сделать. Слушай, ну... Ребята, вчера Женя у нас осиротел. Вначале он потерял мать, а потом жену. Вернее, он отказался сам от одной и от второй. Вот что происходит на данный момент? Потому что я понимаю, что сегодня он обиделся еще больше, хотя казалось уже это невозможно. А суть проблемы в том, что Людмила Валерьевна, его мама, попросила отправить ей деньги. И вместо того, чтобы сразу отказать и сказать, там, мама, меня там нету, Женя говорил, что отправлю завтра, потом послезавтра, а потом все-таки пришли к тому, что денег у меня нет, и я тебе их вообще не пришлю. И на это мама и обиделась. Так вот, в чем виновата мама, и почему виновата ты в итоге Либерж? Суть конфликта в следующем. То, что Женю очень сильно возмутилось, что раньше, когда он жил один, да, он действительно, ну, отправлял маме денежку, да, там, где-то сам ужимался, но он жил один, в принципе. То, что там в холодильнике не там вкусняшки, не вкусняшки, да, как бы ничего страшного. Он маме отправлял. То есть жизнь у сына поменялась, а мама этого не чувствует? Ну, мама не то, что не почувствовала, просто он ей попытался что объяснить, что, мама, у меня теперь тоже семья, и мне нужно нести ответственность не только за себя, да, мне еще нужно нести ответственность и за съем квартиры, и за какие-то другие расходы, да. И иногда бывает такое в жизни, что, ну, не получается у меня отправить... Ну, смотри, поздорили с мамой вчера. Почему обиды продолжаются вплоть до сегодняшнего дня, и более того, все это переносится на тебя в том числе? Ну, объясню, я оказалась виновата в том, что я попыталась вчера созвонить с Людмилой Валерьевной, объяснить ситуацию, да, то, что действительно у нас тяжелое положение сейчас, да, и как бы те деньги, которые мы раньше могли отправлять, да, родителям мы не можем, да, потому что я вообще должна своим родителям, да, именно в прямом смысле занимала у родителей, да, потому что я все свои сбережения, да, бросила на открытие магазина, да. А Женя на денежку, да, уходит, получается, я у него не прошу денег, просто она уходит на квартиру, да, и на кое-какое пропитание нам, да, ну, так по мелочи выходит. Все равно я не могу понять суть конфликта. Суть конфликта в следующем, то, что Женю возмутило, то, что, оказывается, из-за меня он не отправил маме деньги, потому что раньше он мог спокойно отправлять маме деньги, потому что знал, что у меня они есть, да, а сейчас получается так, то, что два месяца, ну, представим, что два месяца я не работаю, и я вклад в наш общий смейный бюджет не получил. Хорошо, то есть получается, он обижен, что есть жена, на которую приходится тратиться, так я понимаю? Ну, есть жена, у которой нет денег. Он сегодня почему-то говорил о том, что я хочу, чтобы ты опять взяла меня в свой магазин. Да, с учредителем, а он вообще, логика железная. Он мне говорит, раз ты, так как у нас был семейный бюджет до свадьбы, а после свадьбы мы решили сделать так, он поговорил с мамой, и мама ему сказала, Женя, не должно быть так, чтобы семейный бюджет был совместный и находился у Либерж, да, у тебя должны быть твои деньги, личные, собственные. И он забрал свою часть, получается, свою карту, получается, и полностью распоряжался своими деньгами сам. Либерж, а не боишься ли ты, что вот он заберет сейчас деньги из вашего еще даже не начавшегося бизнеса? И для этого он хочет вот этот конфликт развить как-то? Он не сможет этого сделать, он никаких прав не имеет, в принципе. Ну, это ты знаешь, а он этого, может быть, не знает и надеется, и просто решил поднять такую бучу, что ты сама сказала, да она забирай. Нет, 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 ничего он не надеется, единственное, что его не устроило, то, что, как мне кажется, его ударило по самолюбию, что раньше было все легко, потому что я давала деньги, да, свою часть, а сейчас я перестала давать эту часть, потому что все деньги уходят на бизнес, да. А он со своей частью не скравляется. Тогда объясни мне, раньше он ловко пользовался, если он обидится на Людмилу Валерьевну, он идет жаловаться тебе. И наоборот, если он обидится на тебя, он идет жаловаться маме. А сейчас он умудрился поругаться с обеими своими женщинами. Он же без женщин не может, ему надо обязательно кому-то плакаться. Я не знаю, я не знаю. Что дальше, Алиана появилась опять там на горизонте или что? Что? Алиана. Да при чем тут Алиана? Нет, да никто не появился на горизонте. Просто тут момент в другом. Женю возмутило то, что мама начала к нему потребительски очень относиться. Мама привыкла то, что ежемесячно Женя выделяет энную сумму денег и в состоянии помогать. В состоянии, действительно. Мама пересматривает все эфиры и мама считает то, что у нас очень много денег. Мама знает, доход мой, мама знает, доход Жени. Но мама не знает наши растраты. Она не знает, сколько я трачу. Она же видит по эфирам, что ему надо 10 тысяч на стресс-клуб. 5 тысяч, 5 тысяч. Да, она это увидела, это ее очень сильно возмутило. Но эта ситуация не впервой возникала. Понимаешь, для Жени 5 тысяч отдать за потанцульки какой-то голой тетке, а у нее 5 тысяч на Сахалине, это достаточно большие деньги, на которые она могла бы... Я согласна, так никто и не отказывается, в принципе, давать эти денежки. Просто единственное, что Женя попросил, это повременить, потому что на данный момент нет. И когда он шел на этот стрип, он не думал, что у него получится такая ситуация, что у него не будет денежки. Он рассчитывал очень на... Но, однако, когда ему нужно было найти на стрип этот, да, он быстро нашел, где-то занял, перезанял. А сейчас, когда маме нужны деньги, он ей говорит, слушай, мам, нету. Итак, Евгений, как ты себя чувствуешь, во-первых? Нормально. Осталась я у тебя одна, которая выслушает, не прогонит и, возможно, не обидит тебя. Действительно. С мамой поругался, с женой поругался, со всеми отношения испортил. Неужели вопрос денег настолько может нести разлад в семью вашу? Ну, если для них вопрос денег может нести разлад в семью, то, извините, нафига мне тогда все это надо, простите? Я человек, от которого не только можно взять, но и нужно давать, и нужно понимать, и входить в положение. Давать тоже денег тебе? Нет. Давать любовь, заботу, внимание. Я считаю, что... А ты не получаешь ни от мамы, ни от либерс, ни заботу, ни внимания, ни... Нет. Не любовь? Нет. Сегодня утром я не почувствовал от либерс любовь. Когда она села... Ну, естественно, они будут просить у тебя деньги и финансово от тебя зависеть, потому что ты кормилец в семье, ты мужчина. Я не собираю. Извините, мама ставит меня в то положение и говорит, что я вру, и когда я говорю, что у меня реально нет денег. Это первый момент. Второй момент. От либерс сегодня я слышу только то, что я... Нафига ты вообще женился? Нафига тебе семья, если ты к этому не готов? Я не понимаю. Я не понимаю, почему... Как сказать? Ну, то есть, либерс родители, в принципе, всегда, как бы, каждый месяц получают ровно то, что они должны получать. И вопрос сейчас стоит о том, что, ну, как бы, ее деньги, они идут на бизнес и на, как бы, родителям отправят денег. А на мои деньги мы должны жить, извините. Ну, я, как бы, к этому не готов. Я готов, чтобы у нас был... А у вас какая-то договоренность по этому поводу была? Нет, почему-то всегда мои деньги для нее были общими деньгами. То есть, когда я что-то хотел или что-то покупал или что-то хотел маме отправить, всегда почему-то стоял острый вопрос. Когда сейчас мы... Она говорит о том, что мои деньги, ее деньги, я отправляю только на бизнес и больше никуда, и мы живем только на мои. Ну, как бы, меня это не устраивает. Хорошо, ты можешь распределить эти деньги и половину отправить на бизнес, как она говорит ее родителям, а половину отправить своей маме. И что-то оставить себе. Так нельзя сделать? Раньше у нас как было? То есть, мы идем, например, есть определенная сумма денег у нее, у меня, мы отправляем родителям, а все остальное живем. И как бы, меня это устраивало. Так, а почему вдруг схема поменялась? А схема поменялась, потому что она все деньги начала отдавать родителям. Якобы, что, ну, я не знаю, правда это, неправда, надеюсь, что она меня не обманывает на развитие ее бизнеса. Какого, вообще, какого фига ходит женатый мужик в стрип-клуб? Вообще, я вот не врубаюсь. В принципе, не то, что он даже там тратит деньги, не то, что он даже там тратит деньги, а что он там делает вообще? Какие у вас тогда, Либерш, отношения вообще, в принципе? Второе, вот, второе, мама, получается, я уверен, что дело не в деньгах вообще, вообще не в деньгах. Дело в том, что мама, если говорит Жене уже о том, что, Жень, у тебя должны быть собственные деньги, у вас должен быть разный, раздельный бюджет. Это говорит о том, что мама вообще против того, чтобы Женя был с Либерш. Вообще, в принципе, ну вот по моему мнению, как я это вижу. Вот, я считаю, что мама... А причина? Потому что раньше Женя полностью все деньги отправлял маме. Вот, да. Либерш, то есть ты сейчас, ну, в принципе, намекаешь, что мама... Ну, скажи, знала-то, да? Не я намекаю, это сейчас вот говорят вот так вот. Я так не считаю. Это просто вы сейчас сидите и говорите то, что, значит, Женя до проекта полностью помогал маме, и все было в порядке. Потом мы начали встречаться с Женей, пока у нас совместный был бюджет, мы полностью помогали. Ну, как могли, помогали родителям. И тут вдруг у меня получилось так, что я не смогла вложить своих денег вот в то, чтобы отправить родителей. Ну, я думаю, в твоей, вот, в твоем пище читается, что все-таки... Я понять не могу. Что ты, как бы, ну, ну, как бы, нам намекаешь всем, что мама немножко, как бы, ну, не права, что вот она, как бы, требует того, сейчас все вы можете дать. Я не могу понять суть конфликта между Женей и мамой. Потому что, я говорю, в нашей семье это не конфликт даже, такого даже, об этом даже говорить не будут. Не отправил, значит, не смог. В следующий месяц отправил, значит, смог. И так же наоборот. Винилась единственная, то, что те денежки, которые раньше я вкладывала в общий бюджет, я не вкладываю теперь их в общий бюджет. Я их полностью кидаю в магазин. Правильно? Правильно. Ты считаешь это правильно? Жень, ну да, естественно. Ну, я у тебя же не прошу денег. Подожди, ну, сколько это будет еще? Скажи мне. До открытия магазина. Так будет. Жень, ну, а я же не прошу у тебя денег, я же не требую. Да, почему он здесь просит, ты не просишь? Насчет подарка 8 марта промолчала. Да, это, послушай, подожди. Здесь дело-то даже в другом. Просто, как бы, я еще раз говорю, тогда... Получается, твоих денег не хватает на маму, на меня. Нет, почему на нас хватает? Не хватает? А, потому что я не прошу у тебя. Так нет, окей, ты не просишь у меня, так мы живем-то все равно вместе. А что ты покупаешь? Ты ничего не покупаешь, в принципе. Жень, да, потому что все деньги... Ну, у меня денег нету, все, я их все... В другое место запихахала. И что? А те деньги, которые у тебя есть... Если раньше мы могли помогать... Я понял, Лебеш. Например, маме с папой, да, там, мамам с папом, да, могли помогать, потому что я свои деньги туда тоже вкидывала. То сейчас, да, получается так, то что я вкидываю деньги абсолютно в другое, да, и живем, получается, мы за твой счет. Ну... А за твой счет, нам не хватает, потому что я не беру у тебя ничего. Если я сейчас еще и брать начну, то тебе даже не будет хватать на квартиру. Да не может быть такого. В смысле, не может быть. Давай сейчас я буду. Мне на косметику надо двадцатку жить. Леби говорит, я открою магазин и уйду отсюда, да? Просто, да. А где магазин? Ну, просто, на самом деле, знаешь, мне тоже приходят в голову такие мысли, что это тема ради темы. То есть, чтобы отвести от чего-то обсуждение, да, вот тогда, на тот момент, возможно, что-то... Почему-то я так подумываю, на самом деле. Потому что, когда Андрею начали скидывать, мы на Сейшелах были, какие-то документы, мол, что этот магазин принадлежит не Лебеша, а Лебеш просто соучредитель. Ну, то есть, ты держишь магазин, а я говорю, хочу у тебя поработать, ты меня там, ну, давай будешь, там, моим менеджером или пиар-менеджером, что такое. Вот, и я буду выдавать как-то якобы мой магазин. Вот как Кручинина выдаешь, что это мой магазин этих чехлов, она лицом является этих магазинов, ну, типа, якобы учредитель. Вот, и я думаю, что тоже тема ради темы была. Никакого магазина, ну, в ближайшее время оно открытия не будет, я так понимаю, потому что оно должно состояться было 8 марта, 8 марта они успели, точной даты нет. Тянется, тянется. Куча вопросов по поводу этого магазина, Лебеш не отвечает на них, даже в группе вот это, в чате. А, слушай. Мне задают, когда, почем, она даже не отвечает на это. Слушай, муж, ты права. Понимаешь, тогда, если магазина нет, они здесь селят, она говорит, моя цель здесь открыть магазин, и все, я спокойно распиарю, вот, да, и уйду. Нет магазина, они селят. Тогда делай меня соучредителем. Ты же эти деньги вкидываешь? Какие деньги? Я свои же вкидываю. Все, я хочу быть соучредителем. Я свои деньги вкидываю, ты охренел, что ли, уже совсем? Не, Лебеш, все. Давай. Давай, я жду. Давай, иди-ка ты в задницу, вообще. Слушай, давай, окей, хорошо, я сделаю тебя соучредителем. Есть. Знаешь, знаешь, при каких условиях? При каких. Если ты оплатишь половину всего того, что я вложила, и мои родители вложили в это, ты вкидываешь половину и влетаешь в долю. Ты со мной как с партнером разговариваешь. Ну, а если ты мне, как, извините, слушай, ты, вообще, ты очумел, нет? В смысле очумел? Нормально, ты деньги, подожди, ты деньги берешь. Я тебе все. Ты из общих, общих, нашего общего бюджета берешь деньги. Не из нашего общего, нифига, не из нашего общего, Жень. А как? Я не беру деньги у тебя, и, извините, и не прошу тебя никаким образом. Даже, не знаю, на подарок на 8 марта, слава богу, что не подарил, потому что я бы и не взяла его. Слушай, Лебеш, давай не будем. Ты берешь из общего бюджета деньги. Иди ты в задницу. Подожди, ты берешь из общего. Я не беру из общего, я свои деньги трачу. В смысле свои? Свои личные деньги я трачу на то, чтобы у меня все получилось с открытием магазина, Жень. Просто ты привык, что у меня есть лишние денежки, которые я могу совершенно спокойно тебе подкинуть там на какие-то расходы, Жень. А сейчас этих лишних денежек у меня нету. И ты, извините, сел в лужу, маме не отправил, кредиты не гасишь, извините, и сидишь теперь, сделай меня соучредителем. Иди ты в сраку, блин. Ты нормальный, ты чего не несешь? Это ты нормальный, блин, вообще, очевидь, блин. Красавчик, нарисовался здесь, блин. Вообще, жесть. Еще что сделать? Кредит не погасить за тебя? Я хочу быть соучредителем. Да, конечно, еще чем ты хочешь быть. Что, ну, давай-ка, дорогой, как бы, вперед, действуй. Я не скажу то, что у тебя мама вообще, ну, если честно, она, ну, особо-то и не требует, и ничего. Как бы, то, что она просит, это, ну, это, это можно поднапрячься ей это сделать. Но просто я понимаю, если бы мы на протяжении полугода бы забили бы, да, и как бы не обращали бы внимания, тогда это одно дело. Но это первый раз произошло. Понимаешь? Либо ты неправильно ей донес информацию, да, что у мамы вот так вот все это вышло, да, как бы, либо я не знаю, что. Лиза, ты что, можно отзываться? Да. Ушел, от лебежи жены ушел, денег нет. Главное, чтобы налогную миссию нас не покинул в очередной раз в проекте. Проект наш Женечка Руднев. А мы встречаем Ольгу Бузову. Да, да, действительно, здравствуйте, ребята. Он от матушки ушел, он от жёночки ушел. Я надеюсь, от Олечки. Ты не уйдешь, Колобок? Нет, он не уйдет. Не уйдешь? Женька, да мы за тебя на самом деле. Просто мы все переживаем, но просто мне кажется, тяжело как-то воевать на два фронта сразу. И мне кажется, всё можно решить просто на самом деле. Не ждать звонка от мамы, не обижаться на неё, не ругаться с Либерж, тем более из-за этого. А позвонить маме, сказать, мам, ну, ты ещё раз пришлю больше, мам, ты знаешь, как я тебя люблю, мам. Ну, я же твой сын. А Либерж сказать просто, знаешь, моя мама, сколько я маме отсылаю, это моё дело. Оль, ну, будет глупо, наверное, звонить маме и говорить о том, чтобы, скажем так, перекрыть все её обиды на меня, сказав ей о том, что я тебя отправлю в следующие месяцы больше. А если не смогу? Ну, Женька, я же пытаюсь всё свести, понимаешь? Сегодня я пытался позвонить, она не берёт трубку. С моего тоже. Причём в сети она была. Она женщина, она может обижаться. А ты мужчина, тем более ты сын. Ну, как можно на маму вообще обижаться? Я вот этого не понимаю. Так, кто я на неё, я ещё раз говорю, у меня единственная к ней претензия, просто мне хочется, чтобы она поняла, что я не хочу, не надо, ну, как бы требовать меня. И, как бы, обижаться глупо на такие вещи. Просто нужно, как бы, понять меня и простить, наверное. Слепешно ты что, ругаешься? Ну, как бы, сегодня утром я выслушал с её стороны очень неприятные для меня вещи. Поэтому, естественно, у меня тоже вопросы были. То, что она не хочет взять тебя там соучредителем из-за этого? Нет, это была шутка. И, как бы, в момент, ну, как бы, она опять остро воспринимает мою информацию, говоря о том, что я не готов к семье, там, ну, короче, дофига чего неприятного. Поэтому, естественно, в течение дня мы пытались как-то друг друга понять. А почему всё так у нас происходит? Почему произошло, я имею в виду? Потому что раньше, когда вот есть поток денег у Либерши, есть поток денег у меня. И мы с этих, мы отправляли сначала, ну, как бы, без разницы, там, Надежды Евгеньевны и моей мамы, например, да? И все остальные деньги, это были наши общие деньги. Как только у Либерши появился бизнес, и ей нужно вкладывать туда деньги, она, естественно, туда вкладывает больше денег. Естественно, система нарушена. И получается мне, как бы, Либерш объясняет, Жень, слушай, я тут, как бы, вкладываю деньги, да, в свой бизнес, а проживём на твои деньги. Ну, как бы, получается вот так вот. То есть, ну, я объясняю, что мне тогда, получается, ну, мне не хватает. Я не беру у тебя денег. Так ты не берёшь у меня денег. Это понятно. Ладно, ты, она хорошо, она не берёт у меня денег. Просто я перестала вкладывать свои. Да, перестала вкладывать, и из-за этого система нарушена, всё. Из-за этого она не всё планирует. А плюс к этому, подожди, а плюс к этому ещё появляется какой-то у меня, появляется ещё какой-то основной расход, понимаешь? Ты прекрасно знаешь, какой расход у нас ежемесячно сейчас есть. Естественно, я могу сказать, я не подтяну, ну, не подтяну, как бы, ну, не получается у меня всем угодить. А мне нужно угодить, получается, и маме, которая обижается на меня. Естественно, мне нужно угодить своей семье, хотя бы для того, чтобы всё было у нас хорошо. И как мне сегодня, Лебеша, я тебе просто объяснила. Ну, если у меня есть, ещё у тебя есть тёща, Надежда Евгеньевна, которой хотелось бы тоже, конечно, поздравить хотя бы с 8 марта. Нет, нет, что ты врёшь. Просто, Лебеш, подожди, Лебеш, а про себя с ноги. Не говори, не надо вкрутать мою маму. Просто Людмила Валерьевна обиделась. Людмила Валерьевна, я, да, Жень, я каждый месяц отправляю деньги. Я отправляю каждый месяц деньги. Ты реально отправляешь каждый месяц деньги. Жень, ты первый раз за всё время, первый раз за всё время ты не отправил маме денег. Ну, не первый раз. За прошлым месяцем мы моим родителям не отправили. Ты сказал, ты позвони маме, извинись, скажи то, что не получится. Мама говорит, да, ребят, успокойтесь, как бы, это не ваша кабала, вы не должны нам отправлять. У вас есть денюжка, да. А Женя попал в ситуацию, которая совершенно спокойно может произойти, не дай бог, за периметром. Потому что, например, я два месяца, всего два месяца я не вложила денег вот туда, вот, да, как бы в наш общий бюджет. И получается, что Женя снял квартиру, и остаётся только нам на покушать, как бы, ну, вот так вот получается, да. И, в принципе, это временный момент, да. Сейчас откроется магазин, и дальше будет уже посвободнее. И он это прекрасно понимает. Я просто не понимаю, знаешь, какой момент. Зачем дарить подарок, зачем Надежда Евгеньевна дарит такой подарок, что, прекрасно понимая наше положение финансовое, что мы не располагаем там миллионами, да, что сейчас, извините, в ущерб как бы идёт... А я, у меня слов нет. Я у тебя хоть копия... У меня слов нету, я же заикаться начала. Ты такой классный. Зачем Надежда Евгеньевна дарит этот подарок, зная то, что у нас нет денег. Надежда Евгеньевна дарит этот подарок, надеясь то, что мы в конце концов, я в конце концов, Женя, я по-другому скажу, всё-таки доведу дело до конца. Тебя хоть копьём коснулось? Я хоть раз к тебе подошла и сказала, что мне не хватает насраную бумаженьку какую-то, нужно которую заверить где-нибудь. У тебя попросила, у твоей семьи, у Людмилы Валерьевны, в конце концов, я оторвала хоть кусок какой-нибудь, чтобы, извините, бизнес... Просто то, что сейчас... Пусти. Ты обалдел, что ли? Закрой рот по поводу подарка, я тебе ещё раз говорю. Закрой рот по поводу подарка, перестань говорить про то, что все деньги туда уходят. Ты ни копейки не вложил, ты ни копейки не сделал. На протяжении всех полутора лет я не взяла у тебя ни копейки. И, Женя, то, что... Я реально тебе говорю, то, что ты мне подарил телефон, там, парфюм, и на косметику пару раз дал, Жень, низкий тебе поклон. Пункцию мужа выполнил на все 100%. Знаешь, вообще классно. Получается, сейчас Женя снял первый месяц квартиру, первый месяц он снял квартиру, и я уже слушаю это, ну, раза четыре. Я квартиру снял. Я квартиру снял. Первый месяц он снял квартиру. Нам всю жизнь нужно будет снимать, Женя. Первый месяц ты снял квартиру. Давайте подключим уже, да, коллектив. Не просто, да, кинем камень в ребят, или, скажем ли, Берш, какая зануда, или Женя, какой неправильной сцены, а поможем просто, да, поможем ребятам, да, советом, как выйти из этой сложной ситуации. Даша, ты сидишь, голову нынешешь. Ну, я немножко, конечно, в шоке, потому что, ну, я люблю эту пару, да, я верю в их искренность. Сегодня я слышала, когда слова, когда ребята уже говорят, мы не верим в эту пару. Мне кажется, думают люди, что они договорились. Настолько у них проблемы, да, они вот как бы очень слишком напористые какие-то, да, такие слишком, наверное, разрушающие эту семью. Могу сказать одно, что, Жень, тебе хватит прислушиваться к маме, ты уже не маменький сынок, ты уже взрослый мужчина, и не нужно быть вот так мелко мыслить, да. Мне вообще кажется, если честно, что мама Женя очень против их союза и против давно, и пытается уже полномерно какие-то делать действия, которые действуют. И сейчас просто пик этих действий, что они, конечно, дают повод. У них много разногласий, которые чуть-чуть соли посыпь, и все, вот тебе раскрытая рана. Получается как? Изначально мама Женя заговорила о том, а давай-ка разделим бюджет, а потом, давай-ка мне высылай больше денег, а почему там маме Лебеш больше денег, а мне меньше, и кап, 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 кап. А Женя, он очень ведомый в этом плане, он любит свою маму и ведется. Знаете, все, ну, с ее стороны провокации. На самом деле, не любовь к тещи и свекрови, да, это распространенное такое явление, на проекте мы его часто видели. Просто мама Жени не принимает и не любит Лебеш, и для меня это очевидно, и хочет их развести. Жень, а если пригласить маму, это будет тебе в помощь? Помнишь, я уже тебя как-то спрашиваю, когда у тебя была тяжелая стрессовая ситуация, ты сказал, что Лебеш будет не рада, а сейчас? Не знаю, нет. Я единственное, наверное, хотел бы, чтобы она хотя бы на один день просто посмотрела своими глазами, как мы в реальном времени живем, чтобы она себе не рисовала те иллюзии, которые она себе уже там возомнила. Ну, тогда что, Людмила Валерьевна, я приглашаю вас в гости, чтобы вы своими глазами посмотрела, да, на то, как ребята живут, что они здесь не шикуют, что они здесь не ходят по магазинам круглосуточно, не гуляют круглосуточно. И может быть, ваше присутствие, да, ваше присутствие не будет ссор между Женей и Лебеш. Наконец-то вы поговорите с глазу на глаз. Я помню, как вы с Лебеш вообще были подружками. Мне очень обидно. Я считаю, что это упущение, как Лебеш, может быть, и ваше, да, что вы как-то утратили вот эту вот дружбу. Жена с мамой мужа обязана и должна дружить и общаться. И это должно быть изначально так. Тогда, ну, как бы семья счастливая. Это очень важно, правда. Вы уже так общались. Поэтому, чтобы конфликт не заходил еще дольше, мне кажется, что ваше присутствие здесь просто необходимо. Ты считаешь, что это плохая идея? Я не буду на проекте в этот период. Почему, Лебеш? Я против родителей на проекте. Родители не участники телепроектов. Ну, ты поймешь, что это обидно. Вот сейчас увидит это Людмила Валерьевна и поймет, что это вот такое. И она поймет, и она поймет, по какой причине. Я не хочу, чтобы под камеры это все выносило. На один день приедет мама. На один день у нас есть съемная квартира, где мы можем создать некие семейные советы, поговорить. А мне кажется, что ты тоже побаиваешься. Видимо, ей тоже есть, что тебе сказать, и ты бы не хотела, что за нас здесь была. Есть, конечно, и мне есть, что сказать. Так поговорите. Но я думаю, что мы без лишних глаз это сделаем. После лобном я требую просто, чтобы вы сели за стол переговоров. Ну, а вас, Людмила Валерьевна, я все равно приглашаю. Если есть желание, мы билеты вам оплатим. Вы знаете.